МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы устроили соревнования, чтобы узнать, какая еда дороже – химическая или натуральная. Не-не-не, не пойдет. Это какой-то непонятный хлеб с улучшителями. А вот это, конечно, гадость. Я прекрасно это понимаю, но не могу себя отказать. Мы кормили травоядного австралийского страуса сосисками, чтобы понять, есть ли в них мясо. Мясо, оно не есть. Мы запустили в супермаркет большую акулу, чтобы рассказать, в какой рыбе больше всего фосфатов. Рыба, 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 рыба! Я тебя сейчас догоню и укушу. И отправили замороженные овощи-фрукты загорать на пляж, чтобы узнать, какие компании продают нам воду. Теперь мы знаем, сколько лишней влаги прячется в замороженных продуктах, под какими названиями на этикетке скрывается растительный жир и из чего сделана современная еда. Гуаровая кометь, пальмовое масло, фосфаты, модифицированный крахмал, метилцеллюлоза, декстрин, манит и пропиленты. Сегодня существует целый список пищевых улучшителей, загустителей, стабилизаторов, заменителей. Производители добавляют их в продукты с определенными целями. Основная – снизить себестоимость продукции. Еда с добавками обходится производителям на 30-50% дешевле. По идее, для нас, покупателей, продукты с наполнителями тоже должны стоить дешевле. А вот натуральная еда – наоборот, дорогое удовольствие, если питаться ей каждый день недолго и разориться. Проверим, так ли это на самом деле. Правда ли, что натуральное питание обходится дороже, чем еда с наполнителями? В нашем эксперименте будут участвовать телеведущая Ксения Бородина и певица Наталья Гулькина. Мы составили для них список продуктов, которые нужно купить в супермаркете. На первый взгляд все просто. Хлеб, сыр, майонез, кетчуп, прохладительные напитки, кисломолочные продукты, печенье и мороженое. Правда, у каждой участницы своя задача. Ксения будет делать покупки не глядя. Она человек занятой. Торчать час в магазине и читать этикетки у нее просто нет времени. Поэтому Ксения покупает еду по принципу «чем дороже, тем лучше». Вот было такое вот дорогое, красивое. Но это тоже как бы я вот люблю. С вкусом фисташки, мне кажется, прикольно. Наталья, наоборот, будет внимательно читать все этикетки и искать только натуральную еду. Жизненный опыт подсказывает ей, что поспешишь, людей насмешишь. Поэтому она не торопясь ищет еду без загустителей, стабилизаторов, растительного жира и других непонятных слов. В конце эксперимента мы узнаем, сколько денег они потратят на свои покупки. С первых минут эксперимента Ксения Бородина настроена решительно. Она быстро перемещается от полки к полке и кладет в тележку только дорогие продукты. А вот это, конечно, гадость. Я прекрасно это понимаю, но не могу себя отказать в этой гадости. Но из всех, так скажем, фирм более-менее вот это вот как бы самая такая нормальная. Ну, как мне кажется. Но из-за того, что увидела здесь, если честно, повелась на цену и вот на китайский иероглиф. Зато Наталье приходится подолгу задерживаться у прилавка и внимательно читать состав. Кто из наших героинь потратит больше денег и удастся ли Наталье найти натуральные продукты? Вы узнаете ответ через несколько минут. Растительный жир. Чаще всего это пальмовое, кокосовое или пальмоядровое масло. Раньше эти продукты были настоящей экзотикой на российском рынке. Эта тенденция появилась ни вчера, ни сегодня. Уже лет 20 назад начался, в общем-то, такой достаточно масштабный экспорт сюда, вот в Россию. Первая изначальная цель была завоза вот этих твердых растительных масел для того, чтобы использовать в производстве маргариновой продукции. В мыловаренье использовали очень так вот масштабно раньше. Стеариновые свечи, вы знаете, тоже, да? Вот это как раз фракция пальмового масла, пальмовый стеарин. Вот. Но поскольку все не стоит на месте, значит, дальше стали использовать практически везде эти масла. И не только в хороших целях, но и в плохих. Производители быстро поняли. Растительный жир значительно удешевляет себестоимость продукта. Ведь килограмм пальмового масла стоит всего 50 рублей, в то время как сливочного в среднем 200 рублей. И стали добавлять растительный жир, как говорится, где надо и не надо. Сегодня в том или ином количестве мы едим его каждый день. Из растительного жира делают спреды и маргарин, мороженое и сыры. Добавляют в кондитерские изделия шоколад, майонез. Врачи, ученые и производители до сих пор спорят, вредны ли эти экзотические масла или нет. Директор Института питания РАМН считает, что пальмовое масло очень полезно для нашего организма. Я врач. С точки зрения врача, дополнение растительного масла только полезно, потому что там содержатся те полиенасыщенные жирные кислоты, омега-3 жирные кислоты, которые у нас у всех крайний дефицит. Значит, оно специально, все производители продукты, самые высокотехнологичные, заменители женского молока, они добавляют намеренно пальмовое масло. Получается, чтобы быть здоровым, пальмовое масло нужно есть чуть ли не ложками. Но, как говорится, меньше слов, больше дела. На следующий день мы снова вернулись в Институт питания, но уже с коробочкой экзотического масла. Сейчас наш корреспондент сделает бутерброд с этим маслом и предложит директору Института съесть его, чтобы доказать, что оно действительно безопасно. К нашему удивлению, Виктор Тутильян, не мешкая, принял наше угощение. Если бы четочку посолить, было бы вкусно. Здравствуйте. Но в то же время другие специалисты считают, что пальмовое масло плохо усваивается нашим организмом. В европейских странах почему-то пальмовое масло столом не является. То есть его не рекомендуют населению поедать, потому что оно все-таки техническое. Вот для того, чтобы строить нормальные клетки вашего организма, нужны ненасыщенные жирные кислоты. Они содержатся только в столовом масле. Вот в пальмовом масле ненасыщенных жирных кислот практически нет. То есть они, поэтому пальмовое масло очень плохо встраивается или не встраивается в структуру ваших клеток. Это выглядит примерно так. Полезные ненасыщенные жиры – своего рода ровные кирпичики. Из них легко построить стену. То есть они усваиваются нашим организмом. А вредные насыщенные жиры – это как бы кубики и шары. Они не могут устоять друг на друге. В итоге, по мнению врачей, эти жиры неправильно усваиваются нашим организмом. А из насыщенных образуется просто жировая ткань. Кроме того, противники экзотического масла говорят о температуре плавления. Дело в том, что сливочное топится при температуре 33 градуса. Какао-масло при 36 градусах. То есть при нормальной температуре тела. А вот чтобы растопить пальмовое, его надо нагреть сильнее. Именно из-за этого, по мнению некоторых ученых, это масло хуже усваивается нашим организмом. То есть растопить его может только простуженный человек с температурой. Оно как воск. Сделайте эксперимент, поставьте. Давай, это мой любимый эксперимент. Себе на ручку положите и посмотрите, будет ли оно таять. Проверим это. Посмотрим, как плавится пальмовое масло, обычное сливочное масло, а также какао-масло. И сравним температуру их плавления. Для этого мы нашли самых здоровых людей, у которых температура тела всегда 36,6. Центр подготовки космонавтов. Именно здесь космонавты испытывают свои первые перегрузки. Тренируются в сантрифугах и тренажерах. Изучают устройства космических кораблей. И, конечно, неоднократно проходит тщательное медицинское обследование. Попасть в космонавты не так уж просто. У будущих покорителей орбиты не должно быть никаких хронических заболеваний. А за месяц до полета космонавт вообще не имеет права болеть. Любое повышение температуры или небольшая лихорадка — и в космос летит команда дублеров. В нашем эксперименте участвует доброволец-космонавты. Он добровольно проверит, как плавится масло. Сначала даем ему в руки шарик натурального сливочного масла и засекаем время. Но не проходит и нескольких секунд, и масло начинает таять, как мороженое. А через минуту оно превращается в расплывшийся комок. Еще немного, и превратилось бы в жижу. В следующем на испытание отправляется кусочек шоколада, который на 90% состоит из какао-масла. Через минуту он тоже не выдерживает тепловых перегрузок. Ну, видно, что шоколад растаял. В пищу пригоден раствориться. И, наконец, последний этап. Даем нашему добровольцу в руки пальмовое масло. Ждем. Минута, две, три. Но даже через 10 минут ничего не происходит. Шарик остается цело невредим. Как говорится, таких не берут в космонавты. Ну, вот я смотрю, уже минут 10 прошло, почти не растаяло. Еле-еле. Я думаю, в желудке она не растает, растворится. Основным показателем пригодности масла является перекисное число. Если этот показатель высокий, то масло автоматически переходит в разряд технического. Использовать его в пищевой промышленности, то есть добавлять в мороженое, творог, сыр или маргарин, нельзя. Другой вопрос – соблюдают ли это правила производители. Чтобы выяснить это, наш корреспондент устроится работать на хладокомбинат, где изготавливают мороженое с растительным жиром. Правда, на этот раз наша цель не просто своими глазами увидеть все этапы производства. Главное – взять на заводе кусок растительного жира, чтобы сдать его на экспертизу. Проверим, какое пальмовое масло используют на комбинате – обычное или техническое. В первый же день Диану знакомят с новым рабочим местом. В этом цеху смешивают ингредиенты для ванильного мороженого. Белый порошок, розоватый порошок, желтоватый порошок. Молоко сухое, сахар, пудра, стабилизатор. Вот и все. Ничего такого опасного нет. Наконец дело доходит до масла. На этом заводе гордятся своей продукцией. Ведь в мороженом есть настоящее сливочное масло. Вот сотрудник кладет в чан несколько пачек. Правда, затем он достает коробку с растительным жиром и добавляет его. Но уже в три раза больше. А жира сколько? На жире есть 15 жир, 8 масла. После замешивания Диана просит сотрудника положить немного растительного жира в пакет. Илана, спасибо, ребят. Я сейчас сюда покажу. И отправляется с добычей в лабораторию Института масложировой промышленности. Эксперты проверят качество этого растительного жира. Вот результаты экспертизы. Растительный жир, который мы привезли, пригоден для применения в пищевой промышленности. То есть показатели окисления не превышают существующих норм. Хотя, по словам экспертов, это еще не стопроцентная гарантия. Дело в том, что использовать технический растительный жир в пищевой промышленности в чистом виде занятия рисковое. Если положить его в печенье или мороженое, то они приобретут прогорклый запах и вкус. Поэтому производители научились действовать хитрее. Что делают? Берут жир плохого качества, берут жир хорошего качества. И по чуть-чуть, по чуть-чуть начинают срабатывать вот этот жир плохого качества. То есть, ну, конечно, ложка, получается, дегтя в бочке меда. Но этого плохого добавили там 5%. Естественно, они получили там жировую смесь с нормальным содержанием. Там уложили с рамки ГОСТа. Но вопрос в том, что там уже процесс окисления запущен. И, естественно, он пойдет намного быстрее, чем это должно было бы быть. Наверняка многие из вас сталкивались с тем, что срок годности продукта еще не истек, а вкус у него уже прогорклый. Скорее всего, производители использовали технический растительный жир. Напомним, телеведущая Ксения Бородина и певица Наталья Гулькина покупают продукты по списку. Ксения берет еду не глядя, а Наталья читает состав и ищет натуральные ингредиенты. Мы хотим проверить, правда ли еда без наполнителей дороже. Через 15 минут Ксения сложила все продукты, обозначенные в списке, и довольная направилась к кассе. Два творожка, булочка хлеба, пачка крикеров, две бутылки лимонада, йогурт, мороженое, майонез. На все про все у Ксении ушло 1282 рубля 37 копеек. В то время как тележка Натальи еще почти пуста. Состав пассеризованное молоко, соль, закваска в молочных продуктах. Ага, ага, ага. Не-не-не, не пойдет. Это какой-то непонятный хлеб со ушителями. Да уж, нелегкая эта работа искать натуральное что-то. 38 минут. Столько времени ушло у певицы, чтобы собрать все продукты по списку. Теперь посмотрим, сколько на это уйдет денег. На свои покупки Наталья потратила на 20 минут больше времени и на 215 рублей больше денег, чем Ксения. Зато купила натуральный йогурт, творог и майонез, хлеб без улучшителей, печенье без стабилизаторов, сыр без загустителей и мороженое без растительного жира. Получается, что питаться натуральными продуктами не так уж и дорого. Тем более, что правило «цена-качество» работает не всегда. Смотрите сами. Мороженое, которое купила Наталья Гулькина, стоит 115 рублей. В составе только натуральные ингредиенты. А вот мороженое, которое купила Ксения Бородина. На этикетке большими буквами написано «Мороженое с растительным жиром». Но стоит оно почему-то даже дороже – 213 рублей. Хотя, по идее, себестоимость у него ниже, чем у натурального. Получается, что с помощью пищевой химии экономят только производители. Для нас, покупателей, еда с наполнителями стоит практически столько же, сколько натуральная. А иногда и дороже. Правда, найти натуральные продукты в магазине непросто. Мы расскажем, под какими названиями в составе прячутся растительные жиры, загустители, стабилизаторы, наполнители и улучшители. Самый популярный наполнитель – растительный жир. Он прячется под разными названиями. Запомните, на этикетке растительный жир может обозначаться как пальмовое, кокосовое или пальмоядровое масло, заменитель молочного жира, жир специального назначения, кондитерский жир или просто жир растительный. Конечно, все знают, что это плохо и вредно, но я проверила на себе всю вредность чипсов. У меня еще сутки кружилась голова, меня все трясло, мне было очень холодно почему-то. В то утро Снежана опаздывала на работу, позавтракать не успела. Купила пачку чипсов и перекусила ими по дороге. Буквально через полчаса Снежана почувствовала себя плохо. У меня очень резко схватило живот, у меня началось головокружение, меня начало тошнить, и мне вызвали скорую. То есть я не могла даже сама элементарно доехать до дома. Мне вызвали скорую, пришли врачи и констатировали факт отравления чипсами. Мне сделали укол, дали таблетку и сделали промывание желудка. Любовь к чипсам обошлась девушке слишком дорого. После отравления она два дня приходила в себя. Не могла ничего есть. Пила только зеленый чай и лекарства. Но боли в животе не прекращались. Тогда Снежана прошла полное гастроэнтерологическое обследование. Врачи обнаружили у нее воспаление слизистой желудка. Причиной заболевания послужила любовь девушки к чипсам и газировке. Для себя я поняла одно. Чипсы я больше есть не буду никогда. Тем, что чипсы и газировка содержат много пищевой химии, уже никого не удивишь. Но сегодня производители химичат даже с теми продуктами, которые, по идее, не должны быть такими. Например, йогурт. Вроде бы его состав проще простого. Но это не всегда так. Смотрите, из чего на самом деле состоит среднестатистический йогурт. Молоко, вода, сахар, сухое молоко, закваска. Пока что все просто. Фруктовая добавка, ягоды, сахарный сироп, пектин, цитрат натрия, ароматизатор. А дальше самое интересное. Загуститель Е1442 или гидроксипропил... Так, гидроксипропилдикроф... Гидроксипропилдикрохмалфосфат. Это страшное слово принадлежит группе стабилизаторов и загустителей. Загустители и стабилизаторы. Эти вещества помогают производителям решать сразу несколько задач. Во-первых, получить качественный на вид продукт даже из не очень качественного сырья. Мука, которую привозят на заводы, плывет. Масло и сметана слишком жидкие. Чтобы получить нужную консистенцию продукта, производители добавляют в них загустители и стабилизаторы. Это в буквальном смысле слова чудесные порошки. С их помощью за пару минут можно сделать густую сметану даже из обычного молока. Не верите? Смотрите сами. Мы купили литр молока жирностью полтора процента и пакетик загустителя. И привезли продукты в компанию по производству пищевых ингредиентов. Сотрудник компании насыпает немного загустителей в молоко. Мешает. Сначала ничего не происходит. Тогда добавляем еще немного порошка. Оно даже сейчас не размешивается до конца, потому что мы уже густки образовались. А через пять минут происходит настоящее чудо. Молоко буквально на глазах застывает. Да так, что ложка стоит. В прямом смысле. О! На сметану, конечно, не похоже, но очень густая. Во-вторых, как говорят сами производители, они добавляют загустители и стабилизаторов продукты ради нашего же аппетита. Без них продукты будут выглядеть просто некрасиво. У нас получится жидкая сметана. У нас получится йогурт, который больше похож, ну, знаете, такой на жиженый кефирчик. У нас получится водянистая колбаса. У нас получится растекающийся плавленый сырок. Проведем эксперимент. В нем будут участвовать дети от двух с половиной до шести лет. Сейчас мы устроим для ребят полдник. Накрываем рядом два стола. На одном – творог желтоватого цвета, немного мутноватый компот из сухофруктов, домашнее печенье и натуральный йогурт с комками. Не очень аппетитно, зато стопроцентно натурально. На другом – привычный для всех ребят глазированный сырок и творожок в баночке, шоколадное печенье, сок и клубничный йогурт. Сейчас ребята по очереди зайдут в комнату и выберут то, что им больше нравится. Мы объяснили малышам, что еда на столике справа, хоть и не очень симпатичная, зато вкусная и полезная. Что же мне такого вкусненького поесть? Тем не менее, все ребята тянулись к столику, где стояли современные продукты. Как будто сговорились. Тарелка с красивым магазинным печеньем практически опустела. Выпили почти весь сок и йогурт. Каждый ребенок съел по сырку и творожку. Очень вкусно. А вот стол с натуральными продуктами. К ним никто так и не притронулся. Я не хочу. Этот йогурт некрасивый. Фу. И дети, и взрослые настолько привыкли к современным продуктам, что сгустки в йогурте или верхний слой жира в молоке кажутся огромным минусом. Вряд ли бы их разбирали с полок магазинов. Это то, дядя, 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 дядя. Все хочешь? Нет. На самом деле, внешность для еды не главное. Лучше выбрать невзрачную сметану, в которой нет загустителей, или йогурт с комками без стабилизаторов. Эта еда будет хоть и не аппетитной на первый взгляд, зато натуральной. Гуаровая кометь и кометь рожкового дерева, пектин, целлюлоза и даже знакомый всем с детства крахмал. Вот самые популярные на сегодня загустители и стабилизаторы. Эти вещества имеют много общего. Самое главное, что все они добываются из растений, а значит, являются натуральными, то есть безвредными компонентами. Некоторые добавки даже полезны для нашего организма. Например, целлюлоза, она же клетчатка. Целлюлоза или Е460, полисахарид. Главная составляющая часть клеточных оболочек. Стойкое вещество. Не разрушается при нагревании до 200 градусов Цельсия. Не растворяется, а лишь набухает в воде. Добывается из овощей и некоторых растений. Считается, что целлюлоза помогает контролировать вес. Вы подходите к дереву, стучите по нему, и оно твердое. Вот за твердость дерева отвечает как раз целлюлоза. Это ткань, которая есть в растениях, отвечающая за структуру клетки. Жизнедеятельность нашего организма без целлюлоза невозможна. Целлюлоза несет очень важную функцию. В системе защиты нашего организма от различных токсинов. В иммунной системе выводить шлаки. Правда, некоторые производители кладут целлюлозу в еду совсем не для того, чтобы мы с вами похудели. А опять же, для удешевления. Самый яркий тому пример – колбасные изделия. Несколько лет назад мясоперерабатывающие предприятия стали добавлять в колбасу целлюлозу. Новшество быстро прижилось. С ее помощью колбасники, как говорится, убивают сразу двух зайцев. Во-первых, это позволяет писать по этикетке «натуральные волокна» и «полезно для здоровья». А во-вторых, целлюлоза, как и соя, выполняет роль так называемого «баласта». Производители могут класть в сосиски и колбасу поменьше мяса, а значит, экономить на сырье. Иногда мяса настолько мало, что назвать такие продукты мясными язык не поворачивается. Такие сосиски может съесть даже вегетарианец или австралийский страус. Фрося – представитель семейства страусовых. Травоядная птица. Очень любит целлюлозу. В ее повседневный рацион входят плоды, овощи и фруктов, побеги и семена. А летом – трава и цветы. Мы привели Фрося в самый обычный магазин и попросили выбрать в мясном отделе то, что ей по вкусу. Сначала Фрося очень не хотела идти за покупками. Боялась. Не бойся. Не бойся. Но внутри магазина освоилась быстро. И уже через минуту стала уверенно ходить между рядами и выбирать себе обед. Молочный отдел, крупы, сладости. Пока что ничто не заинтересовало Фрося. Она птица разборчивая. Что попало не ест. В мясном отделе мы подготовили Фрося сюрприз. На одном блюдце положили натуральные мясные сосиски, а на другом – сосиски с целлюлозой. Посмотрим, станет ли есть сосиски птица-вегетарианец. Сначала предлагаем натуральные мясные. Фрося обиженно отворачивается. Затем подаем другую тарелку. И, к нашему удивлению, птица начинает есть сосиски. Перечем с аппетитом. Все. Съели. Фрося съела всю пачку сосисок с целлюлозой и еще попросила добавки. Значит, в них действительно практически нет мяса. Если на этикетке есть надпись «без сои», это не значит, что продукт состоит полностью из мяса. Внимательно прочитайте состав. Если в нем указано «содержит клетчатку», значит, вместо сои туда просто добавили целлюлозу. К капризам и слезам сына Лариса уже привыкла. Практически ни дня не обходится без скандала или драки на детской площадке. Истерики у Яромира начались примерно полгода назад. До года мальчик рос спокойным и послушным. А после двух лет ребенка как подменили. Истерики участились, скандалы. Прямо падает на пол ногами, руками, стучит. То есть ненормальное поведение для ребенка. Зная своего ребенка, могу сказать, что это ненормально. После очередного скандала Лариса отвела сына в детскую поликлинику. Сначала к педиатру, потом к неврологу. После обследования врачи сообщили, что у Яромира гиперактивность и, как следствие, гипервозбудимость. Вызвана она, скорее всего, неправильным питанием. Дефицит концентрации внимания, когда ребенок не может долго сконцентрироваться на одном занятии, и всегда это привязано с избытком моторной активности. Ребенок становится капризным, эмоционально лоббильным, отмечается перепад на настроение, часто меняется настроение. Лариса сначала не придала этому значения. Что-что, а за питанием сына она следит тщательно. Но потом стала замечать, что поведение ребенка меняется, если он съедает много шоколадных яиц, вафель, печенье, сладкой ваты, творожков, чипсов и прочих так называемых детских лакомств. А в них часто добавляют фосфаты, которые, по мнению врачей, могут приводить к аллергиям и влиять на нервную систему ребенка. Как любая интоксикация, в том числе пищевых, интоксикация пищевыми аллергенами, консервантами, стабилизаторами, может вызвать на неблагоприятном фоне развитие вот всех этих неврологических расстройств. И, соответственно, тогда уже гиперактивность, синдром повышенной возбудимости, дефицит концентрации внимания всплывает на первый план. Если взять вот общую популяцию, статистически это где-то 70%, 70-80%, довольно большой процент. Фосфаты. Эти вещества чаще всего применяются в рыбной и мясной промышленности. С их помощью в продукте легко удержать лишнюю влагу и увеличить объем готового товара. Сами по себе фосфаты – безобидные вещества. Для взрослого человека в том количестве, в котором их добавляют в продукты, они безопасны. Проблема в другом. Каждый из этих безобидных веществ тащит за собой большое количество воды. Они собирают жидкость и не дают ей вытечь наружу. На этикетке эти вещества обозначают так. Е450, Е338, Е339, Е341 и Е322. Производители с помощью специальных приборов делают рыбе и мясу инъекции. Вкалывают внутрь водный раствор фосфатов. Жидкость впитывается и остается внутри куска. Вес увеличивается. В результате мы покупаем, к примеру, не килограмм рыбы, а 500 граммов рыбы и 500 граммов воды. Наверняка каждый из вас не раз сталкивался с такой ситуацией. Покупаешь полкило рыбного филе, размораживаешь, жаришь. Но у готового блюда можно накормить разве что котенка. Это значит, что в рыбе было много фосфатов. Мы купили несколько образцов филе замороженной рыбы в супермаркете, в магазине шаговой доступности и на рынке. И сдали их в лабораторию Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры. Эксперты проверили уровень фосфатов. Во всех исследуемых образцах были обнаружены фосфаты. С помощью фосфатов можно увеличить вес рыбы в полтора, а то и два раза. То есть, в буквальном смысле слова, надуть ее, как воздушный шаг. Мы пришли в самый обычный магазин с огромной надувной рыбой и рассказали посетителям, что они покупают на самом деле. Ты рыбу любишь? Рыбу люблю. Внимание, в этой рыбе много фосфатов. Здравствуйте. А вы знаете, что в этой филе есть фосфаты? Я бы не знала, вперед я опасаюсь. А ты меня не укуши. Я тебя сейчас догоню и укушу. Пока. Пока. Если рыба продается на развес, узнать, есть ли в ней фосфаты или нет, можно по косвенным признакам. Помните, фосфаты чаще всего есть в рыбном филе или очищенных тушках без головы. Если рыба продается с головой, значит, скорее всего, фосфатов в ней нет. Сосиски, колбаса, глазированные сырки, маргарин, паштеты. Мы привыкли, что в эти продукты обычно кладут пищевые добавки. Они усиливают вкус, увеличивают срок хранения, придают правильную форму, цвет и запах. Те, кто хочет купить еду без наполнителей, обычно выбирают натуральное мясо, курицу и рыбу. Мы уверены, в них точно нет никакой пищевой химии. Посмотрите на этот кусок мяса. На первый взгляд перед вами самая обычная замороженная говядина. Но это только на первый взгляд. На этикетке, кроме фирмы-производителя и срока хранения, указан состав. Из чего может состоять замороженное мясо, кроме самого мяса? Читаем. Рассол на основе пищевой добавки цартин, соль, регулятор кислотности Е451 и стабилизаторы Е452 и Е415. Все эти многочисленные Е в переводе на русский язык те же самые фосфаты. Никаких законов производитель этого мяса не нарушает. Все добавки честно указаны в составе. Проблема в другом. Мало кому придет в голову читать состав куска мяса или куриного окорочка. Мы решили узнать, сколько человек хотя бы раз в жизни смотрели, из чего состоит мясо или курица. Выписываем на доску состав все того же куска говядины для запекания. Мышцы тазобедренного отруба, рассол на основе пищевой добавки цартин, соль, регулятор кислотности Е451 и стабилизаторы Е452 и Е415. А рядом для сравнения состав котлет из говядины. Более-менее приличных. Говядина, вода питьевая, лук репчатый, белок соевый, перец черный, соль поваренная. Попросим прохожих на улице угадать, что из этого больше похоже на кусок говядины. Как вы думаете, что это такое? Шашлык. Шашлык? Может быть, наггетсы какие-то. Ну, если здесь говядина, то не наггетсы, а какие-то котлеты. Полуфабрикат какой-то. Ну, тушенка, наверное. А здесь? Это тоже полуфабрикат. Я думаю, для свиней какая-то еда, если честно. Что, даже бедные эти свиньи, наверное, вот этими подавятся. Вот этими ешками? Думаю, да, подавятся. Ну, давай там, котлеты, плохая тушенка. Напишите, что это плохая тушенка. Здесь плохая тушенка. В нашем эксперименте приняли участие 50 человек. Ни один из них не сказал, что перед ним описание обычного куска замороженной говядины. Нам не верили. Пришлось доставать мясо и предъявлять как вещественное доказательство. А вот это вы не поверите. Просто говядина, ковалок. Для запекания. А вот это вот? Это говядина. Вот это вот-вот? Да, вот смотрите, я списала состав, это правда. Ребята, спасибо большое, что вы нас доводите до нашего сведения, что мы едим вообще, чем нас травят. Купите такую? Нет. А бесплатно возьмете? Вообще такую. Вода – это главный наполнитель, который добавляют в еду. Вода не стоит практически ничего. Вода абсолютно безопасна. Вода позволяет увеличить вес продукта в несколько раз. Воду нам обычно продают вместе с замороженным мясом, рыбой, фруктами и овощами. Ледяная глазурь. На овощах и фруктах ее процент никак не нормируется. Все на совести производителя. Даже если вы купили, к примеру, замороженную клубнику, открыли упаковку и увидели там всего три ягодки и полкило снега, производитель ни в чем не виноват. Никаких законов он не нарушил. Ведь клубника внутри действительно есть. Вес упаковки точно соответствует заявленному. А то, что внутри сплошной лед, это, как говорят, уж извините, так получилось. Упаковки с овощами и фруктами обычно непрозрачные. Рассмотреть, сколько в пакете ягод, а сколько льда невозможно. Единственный выход – покупать, открывать дома и взвешивать. То есть проверять все на собственном опыте. Мы решили сделать эту работу за вас. Покупаем пять видов замороженной цветной капусты и четыре вида замороженной клубники. С покупками наши корреспонденты отправляются в самое жаркое место Москвы – на пляж. Олеся и Катя вместе с капустой и клубникой будут загорать на шезлонгах. Посмотрим, сколько потеряют в весе овощей и фрукты после солнечных ванн. Для чистоты эксперимента все образцы мы привезли на пляж в сумках-холодильниках. Солнце в зените, и мы начинаем сеанс загара. На входе контрольное взвешивание. Все в форме. Цифры, заявленные производителем, совпадают с действительностью. Теперь самое приятное. Отправляемся загорать. Лед есть практически в каждой пачке. Посмотрим, в каком пакете его больше всего. Самую большую глыбу наши корреспонденты обнаружили в клубнике 4 сезона. Но это только на первый взгляд. Посмотрим, что покажут весы. Пятнадцатая минута эксперимента. Лед потихоньку тает. Капуста начала потеть. А клубника и вовсе потекла. Ждем еще 30 минут. Пока наши корреспонденты загорали и пили лимонад, из клубники вытекло много воды. Смотрите сами. После сеанса загара взвешиваем фрукты. Замороженная клубника 4 сезона. На этикетке написано вес 300 граммов. Но после солнечной ванны в пачке осталось всего 137 граммов. То есть воды в ней было больше половины. Клубника Global Vega. После разморозки она весит 152 грамма. А изначально в пачке было тоже 300. Клубника торговой марки «Витамин». После 30 минут пребывания на пляже она весит 197 граммов. На упаковке написан вес 300 граммов. И последний образец. Клубника марки «Каждый день». Упаковка весила 400 граммов до загара. И 272 после. Самый лучший результат. Кстати, она оказалась и самой недорогой. Теперь взвешиваем цветную капусту. Мы купили 5 упаковок. Судя по этикетке, каждая весила 400 граммов. Капуста «Бен Дюэль» потеряла 43 грамма и стала весить 357. Капуста «Хортекс» после получаса на пляже стала легче на 25 граммов. Капуста «Глобал Вега» похудела на 21 грамм и теперь весит 379. Капуста «Каждый день» потеряла 5 граммов. А вот капуста марки «Витамин» потеряла всего 2 грамма. Это, как говорят ученые, в пределах статистической погрешности. Замороженную капусту покупать выгодно. На ней почти нет лишнего льда. Это показал наш эксперимент. Рыба и креветки. С ними другая ситуация. Еще три года назад вы вполне могли купить вместо филе трески огромный кусок льда, в котором с трудом можно было разглядеть рыбу. До 2010 года существовали, по Санпину 2003 года, существовали нормы на рыбу до 20%. По содержанию глазури на нерыбные продукты, такие как кальмары, креветки, крабы, до 25%. Лед тронулся в октябре 2010-го. С 1 января вступил в силу закон, который регламентирует процент наледи. Для рыбы установили максимум – 5% от веса продукта. Для креветок – 6% от веса. В декабре 2010-го глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко увеличил норму наледи на креветках до 7%. Это было необходимо, иначе креветки плохо хранятся. Почему влагу убрали? Потому что содержание влаги, которая в той же самой рыбе, ну, где-то в рыбе содержится около 18% сухого остатка, если упарить полностью воду. Если добавить туда еще воды, вы сами понимаете, что получится. То есть вы платите практически за воду. Закон вышел уже два года назад, и за это время можно было привыкнуть его соблюдать. Проверим. Покупаем в пяти самых крупных торговых сетях креветки на развес по полтора килограмма. Ждем, пока все образцы растают. Если строго соблюдать закон, то с ракообразных должно стечь не больше 105 миллилитров воды. Проверим. Образец номер один. Креветки из магазина «Седьмой континент». По ним сразу понятно, что это скорее вода, чем морские тараканы. Пол пакета занимал огромный кусок льда. Так выглядели абсолютно все пачки на витрине. Растаявший лед переливаем в мерный стаканчик. Получается 360 миллилитров. Это в три с половиной раза больше нормы. Образец номер два. Креветки из пятерочки. Здесь натаяло 100 миллилитров. Все строго в рамках закона. Образец номер три. Креветки из магазина «Перекресток». Здесь накапало 70 миллилитров. Это даже меньше нормы. Образец номер четыре. Креветки из супермаркета «Карусель». Вместе с креветками нам продали всего 50 миллилитров воды. Как говорится, капля в море. Образец номер пять. Креветки из гипермаркета «Ашан». Мерный стаканчик показал, что нам продали 200 миллилитров воды. Почти в два раза больше нормы. По закону о защите прав потребителей, если нам продали лед вместо креветок, мы можем вернуть его в магазин и потребовать деньги обратно. Седьмой континент. Здесь нам продали больше всего воды. На прилавке по-прежнему лежат креветки в глыбе льда. Вот мы купили у вас два раза по полтора килограмма креветок, разморозили. Это не наш чек? Нет, я сейчас вот ваш чек, не переживайте. Разморозили их, и там было 400 грамм воды в каждом. По закону, который изменился в 2010 году, ну вы знаете, наверное, да? А как бы наледи не должно быть больше 5%. Показываем нормы СанПИН от 2010 года. В нашем случае они были превышены в три раза. Мы ведем борьбу с этим. Это не от нас зависит. Приходит от поставщика. Мы только расфасовываем. Закон продавцам знаком. Нам готовы вернуть деньги. Продавщица любезно соглашается взвесить лед. Умножаем его вес на стоимость креветок. Получаем 100 рублей. По нашей просьбе продавщица убрала лед с креветками с витрины. Ашан. Здесь нам продали 200 миллилитров воды. Взвешиваем, пересчитываем. Нам должны 32 рубля. Дело в том, что по закону нам должны вернуть разницу в деньгах. За лед? Да, за лед, который мы купили. Мы заплатили за лед. Но увидев камеру, продавцы извинились и вернули нам целых 270 рублей. Все, что мы потратили на креветки. Я прямо с вами вернусь. Сейчас, секунду. Спасибо большое. А мне тоже. Современные продукты сильно изменились. И вкус не тот, и состав стал намного сложнее. Чтобы найти на прилавках натуральные продукты и не переплачивать за воду и другой балласт, запомните несколько правил. Если срок годности продукта еще не истек, а вкус у него уже прогорклый, то, скорее всего, производители использовали технический растительный жир. Заменитель молочного жира – растительный жир, жир специального назначения – кондитерский жир. Под этими названиями в составе прячутся пальмовое, кокосовое или пальмоядровое масло. Помните, фосфаты чаще всего добавляют в рыбное филе или очищенные тушки без головы. Если на этикетке колбасных изделий есть надпись «Содержит клетчатку», значит, вместо сои в продукт добавили целлюлозу, пектин, желатин, крахмал, гуаровая кометь и кометь рожкового дерева – это вещества растительного происхождения. По мнению экспертов, они не вредны для организма человека. Эти советы помогут вам найти на прилавке натуральные продукты и не переплачивать за балласт. Продолжение следует...